Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании двух районов Павлодарской области. Об этом сообщает пресс-служба Аккорды. В соответствии со статьей 9 закона об административно-территориальном устройстве президент постановил переименовать Кочерский район в Теренкольский и Лебяжинский в Вакулинский район. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, говорится в сообщении. Список обладателей образовательных грантов сегодня предоставило профильное ведомство. Таким образом, право на высшее бесплатное образование получили 53,5 тысячи студентов. Всего же было подано больше 75 тысяч заявлений на грант. Зарина Бейсембина узнала, какие специальности в приоритете у казахстанских абитуриентов. В сегодняшний день для многих абитуриентов оказался счастливым. После череды волнительных экзаменов они оказались в числе обладателей образовательных грантов. Всего же в этом году заявления на бесплатное обучение в ВУЗе подали более 75 тысяч человек. При этом почти 70% из них смогли поступить на грант благодаря дополнительным местам в рамках пяти социальных инициатив. В рамках пяти социальных инициатив главы государства в этом году на 20 тысяч грантов увеличено количество в целом грантов по стране. Поэтому в этом году общее количество грантов, которые распределялись, составило более 53,5 тысяч мест. И вот в эти дни республиканская комиссия и мы до 5 августа как раз заседали и смотрели по баллам в рамках тех правил, которые были утверждены. Новых изменений по присуждению образовательных грантов в этом году не было. Однако, как рассказали в Министерстве образования, большинство стипендий достались техническим специальностям. По словам абитуриентов, учиться на инженеров выгодно и даже с небольшим количеством баллов есть возможность поступить на грант. Набрал я 67 баллов и поступил я на профессию такую как транспорт, транспортная техника и технологию. Когда огласили результат, я показал, то есть огласили их на сайте, я показал родителям, они тоже очень сильно обрадовались. Это была в первую очередь такая большая поддержка для родителей в плане финансов. То есть само обучение, конечно, оно не дешевое. Есть в списке и те, кто удостоен гранта всего с 25 баллами. Это места для представителей казахской диаспоры, которые сдают ЕНТ по другому формату. Для них действует не 140 вопросов, а 70. Всего в этом году бесплатное образование по этой категории получат 862 студента. Там условия в целом такие же. Вы знаете, раньше квота была 2%. На Всемирном Курлтайе Казахов как раз было дано поручение увеличить эту квоту до 4%. И в этом году поэтому квота была увеличена до 4%. И в основном это есть жители Российской Федерации, очень много граждан Российской Федерации. Достаточно много граждан из республики Узбекистан, из Киргизии, из Монголии, из Китая. То есть география тут достаточно обширная. Есть даже из определенных европейских стран. Несмотря на то, что конкурс на технические специальности в этом году был ниже, а количество выделенных грантов больше, казахстанская молодежь предпочтение отдала юриспруденции, медицине, фармацевтике и финансам. На эти специальности был самый высокий спрос у абитуриентов. Невостребованными оказались иностранная филология, немецкие и французские языки. По словам представителей Министерства образования, неосвоенные гранты этих факультетов будут перераспределены на другие. Таким образом, обладателей образовательных грантов может стать еще больше. Зарина Бесембина, Арман Ахшабаев, Хабар-24, Астана. Суд отказал в восстановлении бывшим студентам Медицинского университета Астана, отчисленным после скандала с поддельными сертификатами IELTS. Своих мест в ВУЗе лишились 117 человек. Как выяснила ранее комиссия Минобразования, все они предоставили при поступлении фальшивые сертификаты на знания английского языка. Однако некоторые студенты уверены, что их отчислили незаконно и требуют восстановления. Все подробности у Марка Брюшко. Судебного слушания о поддельных сертификатах IELTS в Сарайаркинском районном суде ждали бывшие студенты Медицинского университета Астана. Они считают, что ВУЗ отчислил их незаконно, а потому подали иск. Однако суд посчитал, что права бывших учащихся никак не нарушены, поэтому отказал в удовлетворении иска. В случае несогласия с решением суда, стороны имеют право на его обжалование в апелляционном порядке. В течение одного месяца стороны имеют право на обжалование в апелляционном порядке. Ну и, соответственно, в случае необжалования решение вступит в законную силу. Скандал начал разгораться осенью прошлого года, когда после жалоб некоторых студентов начались проверки в Медуниверситете. Как выяснили проверяющие от Минобразования, многие обладатели бюджетных мест подали в ВУЗ фальшивые сертификаты о знании английского языка IELTS. Спустя несколько месяцев руководство ВУЗа отчислило 117 человек. Адвокат студентов уверен, были нарушены права молодых людей. Ведь в момент, когда их отчисляли, не было заключения экспертизы и точных данных о подлинности документов и виновных лиц. Доказать недействительность этих сертификатов простым вот таким, скажем, способом проверки в реестре невозможно, поскольку сама организация, которая выдает эти сертификаты, в своих документах делает оговорку о том, что при подлинности печати на данных документах их недействительность может оценить только сама организация. На сегодняшний день просто запроса такого вот официального именно в головную организацию британского консульства не сделано. И ответа от них нет. Чтобы подробнее узнать о ходе дела, мы отправили официальные запросы в ВУЗ и Министерство образования и науки и получили ответ от учебного заведения, и то в письменном виде. В сообщении говорится, что университет не лишен лицензии на осуществление деятельности в области высшего и послевузовского образования. Также переводы по освободившимся грантам с платной основы на обучение по государственному образовательному заказу не осуществляются по программам послевузовского образования. Все потому, что нет ясности в нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок перевода. Марк Бюшко, Ануар Тауикелов, Хабар, 24, Астана. Генеральная прокуратура сообщила о завершении дела о насилии в отношении несовершеннолетнего из села Абай Туркестанской области. В отношении троих из четверых подозреваемых уголовное дело прекращено, так как им не исполнилось 14 лет. По закону, ответственность за совершение сексуального насилия наступает только с этого возраста. Для установления объективной истины по делу проведены всевозможные судебные экспертизы – медицинские, психолого-психиатрические, биологическое, молекулярно-геномное и другие. К экспертным исследованиям были допущены частные и государственные эксперты из России, Кыргызстана и Грузии. В качестве специалистов также привлекались детские врачи узких специализаций. С начала года полицейские Североказахстанской области установили местонахождение и задержали 17 человек, которые находились в розыске у российских стражей порядка. В основном правонарушители подозревали в грабежах и мошенничествах. Шестеро из них нарушили закон в приграничных регионах России – Омской, Курганской и Тюменской областях. Отмечу, сотрудничают полицейские двух стран уже не первый год. С начала 2018-го в России задержали 11 уголовных преступников, которые скрывались от североказахстанских полицейских. Но, как правило, наши граждане тоже находятся на нелегальном положении на территории Российской Федерации. И, соответственно, когда они обращаются за какими-то справками или там пропиской или получением каких-то других государственных услуг, фиксируется их обращение. Соответственно, нам коллеги оперативно сообщают это. Свыше 300 материалов, посвященных 20-летию Астаны, были опубликованы в зарубежных масс-медиа в этом году. Большая часть из них – эксклюзивные работы журналистов, которые специально приезжали в столицу для ознакомления с мегаполисом. Сегодня в Министерстве иностранных дел наградили победителей пятого ежегодного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ». В своих материалах иностранцы объективно и достоверно осветили актуальные аспекты казахстанской экономики, политики и общественной жизни. Из 80 работ были отобраны пять лучших – из США, Германии, Великобритании, Узбекистана и Индии. Главным призом стала путевка в Казахстан. Зарубежные корреспонденты посетят Астану, Алматы и курорт Бурабай. Не случайно, что в этом году значительное количество публикаций вышло о сближении и сотрудничестве государств Центральной Азии. Наше Министерство иностранных дел продолжит всячески способствовать деятельности иностранных журналистов в освещении событий в Казахстане. Открытость казахстанского общества, открытость нашего сознания, представление миру нашей культуры. В этом суть программы «Ухани Жанру». Я писал о том, что Казахстан стал намного более другим, чем я его знаю. Поэтому для меня это было как открытие семи чудес. Я отсюда уехал довольно-таки давно, и совершенно Астана для меня стала новым городом. Я его открывал как турист. И то, что нам показали через медиатур, я приезжал сюда в ноябре с медиатуром. И то, что нам показали, для меня было именно чудесами. Наша статья была направлена на то, чтобы люди еще более интересовались этим регионом и приезжали сюда как туристы. Потому что условия создаются, и культура продвигается от туристического бизнеса. Как сделать внутренний туризм более привлекательным для казахстанцев? Этим вопросом задалась группа бизнесменов, которая посетила Восточно-Казахстанскую область и даже разработала свой план по развитию регионального туризма. Анжела Гарипова узнала, как красивейшая область может стать еще и туристической привлекательной. Андрей Щетинин – автотурист. Он объездил всю Восточно-Казахстанскую область, чтобы увидеть самые живописные места страны. Известно, что регион обладает колоссальным туристическим потенциалом не только для наших граждан, но и для иностранцев. Только вот условия для этого не совсем подходящие. Восточно-Казахстан на самом деле это уникальное место, я так считаю, по всему нашему Казахстану. Потому что у нас есть прекрасные и горы, высокие снежные вершины, у нас реки огромные, у нас есть водохранилища, это моря практически, песчаные пляжи. То есть можно буквально утром пойти искупаться на песчаном пляже в теплом Бухтарминском водохранилище, а после обеда уже ходить по снегу на горных вершинах. И в первую очередь про инфраструктуру. Нужно развивать ее. Даже элементарно делая параллель между нашим Алтаем казахстанским и российским Алтаем, на каждых 100 метрах существуют определенные места, кафе, различные рестораны, заправочные станции огромные просто. То есть там в этом плане легче. У нас оставляют желать лучшего. Поэтому инфраструктура – это главное. Гостиница элементарно. Плачевное состояние инфраструктуры отмечают и другие казахстанцы. Многие предпочли бы поездку в Восточно-Казахстанскую область курортам других стран. В августе хочу туда поехать, но сервис пугает. Много слышал о друзей, побывавших в ВКО, о том, какая там чудесная природа и какая отвратительная инфраструктура. Про внутренний туризм и его развитие говорится уже очень давно. Почему же дороги хотя бы нельзя сделать? Ведь это элементарная вещь, с которой все начинается. Восточно-Казахстанская область – это кладезь для внутреннего и международного туризма Казахстана. Там нужен в первую очередь аэропорт ближе к Голубому заливу и соответствующая инфраструктура. В прошлом году правительство утвердило концепцию развития туристской отрасли страны. Разработали проект туристификации, готовится госпрограмма. Но, несмотря на это, конкретные шаги для развития славного своей природы региона еще не предприняты. К сожалению, все вот эти красоты для внутреннего туризма, к сожалению, недоступны для массово, для казахстанцев, для приезжающих, для въездного туризма, поскольку нет инфраструктуры. В первую очередь нет дорог. Нет дорог, не обеспечена безопасность. Мы очень много переходили различные мосты, в том числе автомобильные, которые просто не соответствуют никаким стандартам безопасности. Есть опасности камнепадов, никаких превентивных мероприятий нет, нет ограждений. И я смело назвал эту дорогу худшей дорогой в Казахстане. После поездки в восточную часть страны Рахим Ашакбаев и его коллеги разработали план развития туризма. Главными пунктами является создание или обновление инфраструктуры, подготовка кадров, стимулирование развития санаторного отдыха через налоговые вычеты и доступные цены на авиаперелеты внутри страны. Нам нужно очень много инвестировать в инфраструктуру и в безопасность вот этого туризма. Это два. Ну и третье, безусловно, это привлечение частных инвестиций. Поскольку, чтобы нам получить хороший сервис по приемлемой цене, есть только один способ – это конкуренция. То есть отели, соответственно, различные туристические фирмы, туристические маршруты должны конкурировать с собой для того, чтобы снижать цену и повышать качество. Министерство культуры и спорта, на данный момент курирующее этот вопрос, предлагает казахстанцам не оставаться в стороне. Ведомстве открыто для любых предложений, а также приглашает к участию в рабочих группах. До конца года должна быть разработана детальная программа. Остается надеяться, что при хороших результатах регион сохранит свою первозданную красоту. Анжела Гарипова, Руслан Шакобаев, Хабар, 24. Обработку камня, металла и керамики показали отечественные и зарубежные ученые в городе Лисаковский Кустанайской области во время международного фестиваля древних технологий и культурных коммуникаций. Мероприятие такого формата в регионе проводят впервые. Организаторы с помощью археологического эксперимента и исторической реконструкции намерены создать новый туристический бренд. О том, как прошел фестиваль, расскажет Артем Грапов. Фестиваль древних технологий начался с театрализованного представления. Эту постановку организаторы называют реконструкцией фантазии. Здесь они показали, как андроновские племена поклонялись солнцу. А дальше работа на площадках. Женская половина зрителей, пришедших на фестиваль, больше интересовалась древней технологией ткачества. В результате получается шерсть, которая называется кордачос. Вот она, как ваточка. И в дальнейшем на специальной машине делается лента, которая называется гребенная лента, из которой уже и делаются современные изделия. А вот мужчин было больше на соседней площадке. Здесь ученые-реконструкторы из соседней России демонстрировали другие технологии. Они делали из камня примитивные орудия труда, а из металла изготавливали наконечники стрел, которые потом передали в фонды местного музея. В его стенах хранятся сосуды, вазы, оружие и украшения андроновской культуры. Золотая пляшка, используемая в качестве логотипа фестиваля, является одним из самых ценных экспонатов. Она наиболее ярко, пожалуй, из множества находок в могильнике Лисаковский. И показывает нам эти глобальные древние коммуникации, которые не имели границ, что ломает наше представление о древних людях. Мы узнаем, что они были абсолютно такими же, как и мы. Они хотели жить, путешествовать, общаться, открывать новые территории. Одним из ярких элементов программы праздника стал показательный бой средневековых воинов. Ученые с помощью археологического эксперимента и исторической реконструкции намерены создать новый туристический бренд. Для такого небольшого города, как Лисаковск, я думаю, что это важно. Во-первых, такой музей хороший. Во-вторых, важно с точки зрения именно туристического, событийного туризма. Мы посмотрим, как это работает, как наука служит, так сказать, туризму и просвещению. В планах у организаторов сделать фестиваль традиционным. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Кустанская область, Хабар-24. Настоящий праздник футбола ожидает завтра всех казахстанцев. За право сыграть с грандами европейского футбола Астана сразится с очередным соперником. Вся подробности материаля Ярнура Дужанова. Командная игра, надежная оборона и высококлассные исполнители. Астане достался непростой соперник. Отборочный этап хорватская дружина начала весьма успешно. Во втором квалификационном раунде Загребская «Динамо» камня на камне не оставила от чемпиона Израиля. Разгромив соперника по сумме двух матчей со счетом 7-2. Астана, в свою очередь, обыграла черногорскую Сутьеску и следом с трудом сломила сопротивление датского Мюттиланда. Хорваты уже прибыли в Казахстан и готовятся к предстоящему матчу. Обе команды собираются выставить боевой состав. Футболисты клуба находятся в хорошем настроении и усиленно готовятся. В последнем туре казахстанской премьер-лиги против Ак-Тубе мы специально оставили некоторых основных игроков на скамейке, чтобы они не травмировались и подошли к матчу в самой оптимальной форме. Предстоящий матч – серьезное испытание для Астаны. Ведь в гости, пожалуй, самый титулованный клуб Хорватии, который стабильно в последние годы выступает в Еврокубках. Также Загребская «Динамо» известна в Европе как кузница талантов. Академия шашечных подарила миру немало звезд футбола. Среди них Лука Модрич, Матео Ковачич, Марио Манджукич. И это далеко не полный список. Хорватский футбол сейчас на подъеме. Местные клубы, как и сама сборная, весьма сильны. Это было заметно на прошедшем чемпионате мира, где они заняли второе место. Футболисты замечательно подготовлены физически. Поэтому нашим ребятам придется изрядно потрудиться. Сумеет ли Астана обеспечить для себя Еврокубковую осень, станет известно уже завтра. Матч пройдет на Астана-арене и начнется в 20.00. Победитель пары в финальном раунде плей-офф встретится с чемпионом Швейцарии командой «Янг Бойс». Юрнур Душанов, Арман Акшабаев, Хабар-24, Астана. И это все, о чем мы вам хотели рассказать. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!